Генеральный партнер программы Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни православной церкви на Рязанской земле. 5 октября ученики всех российских школ поздравляли своих педагогов с их профессиональным праздником – Днём Учителя. Он был учреждён ЮНЕСКО ещё в 1994 году. В каждом учебном заведении сложились свои традиции празднования Дня Учителя. Есть они и в православной гимназии во имя святителя Василия Рязанского. Будем помнить много лет, день осенний ясный, Лучшей школы в нашей дне, Родины прекрасней. Лучшей школы в нашей дне, Родины прекрасней. Когда у порога задышали уже холода, все школы празднуют День Педагога. Праздник мудрости и знаний. Многие считают, что лучший учитель – это сама жизнь. Она научит, в крайнем случае покажет человеку, на что он способен. На своих или на чужих ошибках, но человек будет учиться. И именно на начальном этапе жизненного пути у ребёнка есть возможность научиться избегать многих ошибок, если на этом пути ему повстречается опытный учитель. Самая главная задача учителей, педагогов, наставников – научить человека любить. Вот такое простое слово, но оно настолько ёмкое, и в нём вообще вся жизнь – человеческая любовь. Вот это самое главное. И ученик православной гимназии, он должен научиться любить. Любить, любить, ещё раз любить. Уважать всех тех, кто рядом с ним, и кто не рядом с ним. Ежегодно 5 октября более 100 стран отмечают День Учителя. Это профессиональный праздник всех педагогов, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роль и заслуги учителей, их неоценимый вклад в развитие общества. Традиции российского учительства своими корнями уходят в церковное образование. Духовенство первым принялось за народное просвещение. Когда пришло время выделения из недр церкви светской педагогики, то все лучшие стороны образования и воспитания русский учитель приумножил. Русская церковь хранит сегодня тот опыт учительства. Примером этому служит православная гимназия в нашем городе, востребованность в которой сохраняется на протяжении уже 20 лет. К празднику ученики общими усилиями подготовили праздничный концерт для своих любимых учителей и поздравили их с Днем Учителя. Дети читали стихи, исполняли песни, рассказывали о жизни своей школы. Во всем чувствовалась любовь учеников к своим учителям. День Учителя для нас это очень важный день, потому что дети понимают, что труд учительский, он очень тяжелый. И они нас в этот день не только поздравляют, но и стараются радовать нас своими номерами, своими поздравлениями, благодарностью. В этот день приходят очень часто наши выпускники, которые тоже помнят своих учителей и хотят их поздравить. В православной гимназии к празднику решено было провести день самоуправления. В стенах православной школы произошла бархатная революция. Педагоги добровольно передали свои обязанности и полномочия старшеклассникам. Ко дню самоуправления дети долго и тщательно готовились. Было разработано общее положение о проведении такого дня. Подписаны должностные инструкции для каждого. Дублеры оказались на высоте, ни один урок сорван не был. А дисциплина была в рамках дозволенного. Спуску не давали никому. Ученики нам сделали сегодня сюрприз. Мы договорились, что будет концерт, который они нам подготовят, а у дня самоуправления как бы и не будет. Утром 11 класс пришел ко мне в кабинет и взял благословение на то, чтобы пригласили нас в отдельный класс. Мы сегодня написали сочинение, каждый из нас. Сейчас обещали проверить его скоро и вывезти его на доску. А тема какая была? Тема была, каким вы считаете, должен быть ученик в православном гимназии. Ну а потом мы играли в форт Боярд. То есть они нам придумали интеллектуальные такие задачки. Мы ходили с класса в класс, решали примеры, угадывали числа и в конце концов нашли тот приз, который они нам приготовили. Но они нам его сказали отдадут после праздника, после концерта. Поэтому пока так. Знаете, традиционно проходят, конечно, в гимназии. Я считаю, что это правильно, должно проходить. Потому что это всегда сближает. Это делает, знаете, коллектив в сплочении. Ну, во-первых, учителя вспоминают свое детство. Мы, конечно, пошкодили немножко, но как положено. Пусть они почувствуют, что такое быть ответственными за детей. Вот мы сегодня побыли немножко детьми. Вообще здорово, хорошее очень настроение. Праздник чувствуется. У детей удалось. Сюрприз удался. Ну, все замечательно. День самоуправления в гимназии проводился не впервые. Ведь такие праздники помогают выбрать даже свой дальнейший путь по жизни. Многие ученики увидели себя не только со стороны, но и узнали, что значит побывать в роли учителя. Кто-то даже всерьез задумался о своей будущей профессии. Наставник, ну, это, наверное, самый главный человек после родителей, который ведет ребенка по жизни, и наставление которого они будут помнить и спустя долгие годы после окончания школы. Что может быть приятнее, чем видеть благодарность своих учеников и знать, что делаешь дело, которое угодно Богу? Профессия учителя одна из самых благородных и необходимых. Он не только дает знания, но и воспитывает. От него зависит, каким вырастет новое поколение, а значит, каким будет наше будущее. Вести детей к Богу очень сложно. Здесь каждый педагог отдает этому благородному делу все силы и душу. Ведь гимназия – единственная православная общеобразовательная школа в Рязани. Труд учителя здесь направлен на нравственное становление детей. В пределах школы ему вручаются важные полномочия – руководить детьми, давать пищу, уму и сердцу. Учитель не принадлежит себе. Не только свое время, но и все силы, всю энергию, свои способности, всего себя он посвящает своим воспитанникам. Посеянное в детстве с годами взойдет и даст плоды. Сколько надо твердости в своих силах и мужества, чтобы бестрепетно принимать на себя ответственность за этот посев. Истинные педагоги понимают, что высокое звание учителя будет оправдано только исполнением возложенных на него обязанностей и надежд, когда целые поколения будут воспитаны им для добра. ПЕСНЯ Подходит к окончанию реставрационные работы Христорождественского собора Рязанского Кремля. В храме завершили реконструкцию иконостаса, его установили и покрыли сусальным золотом, а мастера из Палиха выполнили работы по росписи. В новом иконостасе будут списки известных рязанских святынь, копии особо почитаемых образов знаменитой Адигитрии Рязанской и иконы святого пророка и крестителя Господня Иоанна. Реконструкция иконостаса – научный проект Министерства культуры Российской Федерации, реализованный на средства прихожан и благотворителей. Планируется, что отреставрированный Христорождественский собор будет открыт для прихожан уже к концу следующей недели. В храме идет научная реставрация. Она требует тщательности и точности не только исполнительных работ, но и личного подхода каждого приглашенного к восстановлению мастера. Многие элементы росписи иконостаса в годы гонений на церковь были утеряны. Однако документальные свидетельства говорят о том, что дивный по своему выполнению иконостас начала второй половины XIX века, который до 1917 года находился в храме, делали иконописцы известной в Рязани мастерскую Шумова. Благодаря старинным фотографиям сегодня он восстановлен практически в том же виде, что и был до лихолетий. Это тот самый иконостас, который был здесь выполнен в начале 70-х годов XIX века. На фотографии мы видим, которая хранится в Государственном архиве. И мы можем представить, как он выглядел, эта фотография, а также описание того, как выглядит этот иконостас во время освещения храма в 1875 году, какие иконы были помещены, в каком порядке, сколько ярусовых иконостасов имел. То есть вот все эти материалы архивные, они нам и позволили подготовить документацию для научной реконструкции. То есть это иконостас, научная реконструкция исторического иконостаса. По шумовским чертежам, конечно, иконы в таком стиле, наверное, не удалось бы восстановить, но приближена к той школе Николая Васильевича Шумова, которая была здесь когда-то. Современный иконостас был полностью вызолочен. Можно видеть матовую поверхность основной части и глянцевую на рельефных резных деревянных деталях, что дает возможность людям оценить красоту, объем и сияние иконостаса. Он сияет, действительно сияет, как тот божественный свет, в котором пребывают святые угодники, пребывающие у престола Божьего. Они к нам выходят навстречу. Прихожане будут заходить в этот храм, а именно навстречу из этого золотого сияния будут святые, которым привыкли молиться рязанцы из поколения в поколение. И теперь современные рязанцы православные, они тоже имеют такую возможность. Здесь мы видим, например, иконостас, он состоит из трех ярусов, как было это и раньше. Вот тут на первом ярусе мы видим, вот здесь которые иконы, которые они вставлены были уже здесь, иконы написаны ранее. Все эти иконы, которые были для нас, для рязанцев, очень важны. Это список с нашей главной святыней Федотевской. И список тоже с древней иконы Иоанна Крестителя. Подготовительные работы к реставрации шли задолго до начала восстановления. Глава рязанской кафедры Владыка Вениамин лично призвал на эти труды мастеров из Палиха, известных всей России. Проектная документация готовилась еще раньше. Она была утверждена всями Министерством культуры Российской Федерации. И нужно сказать, так как это памятник федерального значения, то, соответственно, любой человек, который имеет художественное образование и хотел бы здесь поработать, если он не имеет лицензии, естественно, он не будет допущен. То есть здесь нужен определенный уровень. В скором времени мы здесь увидим ту сень, или, так сказать, тоже, опять же, научную реконструкцию, ту сень, которая была над местом покоения святителя Василия. Я думаю, что теперь место покоения будет таким же образом благоукрашено, как было благоукрашено на деньги жертвователей в XIX веке, то есть, получается, уже почти два столетия назад. Ну и, конечно, это радостно, что храм приобретает тот вид, который подобает храму, Дому Божему. Потому что для Господа все самое лучшее. Рязанская епархия сделала все возможное для того, чтобы люди в скором времени увидели отреставрированный Христорождественский собор и с восстановленными древними росписями. В настоящее время уже завершены работы по воссозданию дореволюционного облика святыни. При восстановлении росписи реставраторы также опирались на старинные документы, чертежи которой удалось сохранить до наших дней. Те фрагменты росписей, которые не были уничтожены во время разгрома, храма, когда он закрывался, они сохранились, и благодаря им можно было провести научную реставрацию, что мы и видим. Реставрация Христорождественского собора Рязанского Кремля велась в весенне-летний период. За это время, кроме внутренней отделки, были проведены и наружные ремонтные работы. Были восстановлены кровля и фасад здания. Сейчас можно заметить, что облик храма значительно улучшился. Уже к концу следующей недели рязанцы смогут в полной мере насладиться не только внешним убранством святыни, но и внутренними отреставрированными росписями и иконостасом дивной красоты. Многие в Рязани знают и слышали о заслугах замечательного творческого объединения ЛИК специальной школы для неслышащих детей номер 18. На прошедшей неделе ребята отправились в Севастополь, чтобы принять участие в первом всероссийском фестивале русского жестового языка, который был посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ученики 18-й школы приняли участие не только в работе конференций, но и показали свое мастерство в конкурсе жестовой песни. ЛИК выступил с основной и произвольной программой. Конечно, его участники изначально надеялись на победу, тем более, что за все годы существования коллектива наград, дипломов и победных кубков не сочетать. С первого взгляда понимаешь, насколько это необыкновенно талантливые и жизнерадостные дети. Удивительно, но сегодня практически все ученики школы каким-либо образом, но принимают участие в жизни коллектива ЛИК. Школа с обычным расписанием необходимых и специальных дисциплин необходила стороной для многих важное дополнительное образование. В начале нулевых годов был создан небольшой коллектив, который, немного окрепнув, решил принять участие в городском конкурсе «Поверь в себя». Уже по названию понятно, ребята искренне поверили в себя и свои силы, и с успехом прошли это интересное испытание. Именно с момента участия в конкурсе началась история творческого объединения ЛИК. «Самое главное – это очень интересный процесс. Да, он начинается из сложного, конечно, когда мы начинаем разбирать движение, ритм я им даю, потому что, сами как понимаете, у танцоров должен быть идеальный слух, но у нас это, к сожалению, отсутствует. Поэтому вот это самый такой тяжелый процесс, когда музыка должна с танцем, жестами совпадать. Но когда этот процесс преодолевается, и исходный результат вы видели на сцене, это просто восхищение. Мы даже… Очень приятно, когда зрители выходят, и у них слезы на глазах. А слезы на глазах от того, что они восхищены. Как глухие дети могут такого добиться? Ну, вот такая наша работа. Одинаково. Я вам буду помогать. Хорошо? Хорошо? Жизнь у нас проходит очень весело. Мы много где выступали. Были даже за границей в Болгарии. Вот в ноябре поедем в Санкт-Петербург с танцами. Ну, здесь мы репетируем, веселимся. Здесь есть много хороших друзей. В праздном день рождения. Первым делом мы учились танцевать. Да. Сначала танцевать. До пятого класса примерно. Потом мы учились петь. 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 Жесты. Жесты. Это было трудно для первого раза, потому что нужно было запоминать слова, жесты. Жесты мы показывали, ну, как было… Песни спеты, какие там слова, по смыслу. Мы их придумывали. Ну, конечно, не мы, а учителя. Танцы надо хорошо вот танцевать. По музыку, по словам, по смыслу. А вот жестовые песни, жестовые песни, надо эмоции обидать. Жестовые песни намного сложнее. Да. Здесь нужно донести все. И танцы хорошо танцевать, и хорошо показывать, правильно показывать. Мам, ты можешь что-то показать не то. Вот такие прекрасные девчонки, с которыми очень приятно работать. Легко уже работать. Когда эта группа приходит, теперь она старше у меня, они более-менее с первого класса занимаются. Когда они приходят на занятия, ну, можно сказать, я уже отдыхаю. По сравнению с первым классом. В один прекрасный момент участники коллектива пришли к тому, что необходимо придумать себе название, которое полностью отражало бы деятельность детей. Совместными усилиями учителей и учащихся школы выбрать название удалось. На сегодняшний день в коллективе около 80 детей. Участие в конкурсах они принимают регулярно. В городских и областных порядка 2-3 раза в месяц, а в международных и всероссийских реже, но всегда возвращаются заслуженными наградами. В последнее время дети активно готовились к крупному фестивалю русского жестового языка, который проходил в Севастополе с 29 сентября по 4 октября. У меня пришла смс от коллеги, что призовое место заняли среди 54 города. Рязань показала себя с очень приятной стороны. Зрители очень отлично принимали и призовое место заняли. Ни для кого не секрет, что для принятия участия в подобном конкурсе необходимы средства и немалые. Здесь и дорога, перелет, проживание и питание. И в первый раз коллективу помогает решить эту проблему благотворительный фонд имени святителя Василия Рязанского. Руководство фонда понимает, насколько этим детям важен и необходим подобный конкурс. Кстати, коллектив ЛИК и благотворительная организация практически ровесники, так как начали свою деятельность с 2001 года. И теперь практически каждое мероприятие, которое проводит фонд в рамках своей работы, не обходится без участия творческого объединения ЛИК. Снова за окном зима, снег кружится за порогом, Покрывая все дома, заметая все дороги. Покрывая все дома, заметая все дороги. Слышать сердцем и петь руками ребята с недугом глухоты, которые живут в мире без звуков, с помощью жестов пробуют себя в искусстве и выражают свое «я». Как поет душа глухонемого ребенка и как песня находит себе выход в жестах. Этот недух не виден на первый взгляд, не поддается лечению и, как правило, не оставляет шансов на полноценную жизнь. Но глядя на этих детей, никогда не скажешь, что они чем-то отличаются от своих здоровых сверстников. Те же улыбки, те же озорные выражения лиц. Но главное выразительное выступление ребят нашли отклик в сердцах людей. Здесь неважно, имеешь ли ты слух и знаешь ли язык жестов. Все и так понятно и трогает буквально до слез. 8 октября Православная Церковь совершала празднование в честь преподобного Сергия Радонежского, «Всея Россия чудотворца», особо почитаемого в нашей стране, основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, вдохновителя как государственного и воинского служения, так и монашеского. В этот день в Рязани, в Свято-Троицком мужском монастыре, который связан с именем Великого Подвижника, торжественное богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. 8 октября представился великий подвижник землерусской Сергий Радонежский. Он заранее знал о своей смерти через Божие откровения. Спокойно и тихо отошел в мир горний. Перед смертью преподобный собрал монашествующую братью и передал им свое последнее напутствие. Завещал блюсти единомыслие, чистоту душевную и телесную, иметь усердие к смирению. Вот уже 700 лет преподобного Сергия Радонежского называют «игуменом землерусской», и его предсмертные слова были, безусловно, обращены не только к братьям, основанным им монастыря. Они были обращены к каждому русскому человеку. Невозможно переоценить значение деятельности преподобного в истории русской церкви, русского подвижничества, просвещения и нравственного воспитания русского народа. Он всегда пребывает игуменом своей лавры и взбранным воеводой всей православной Руси. И я, 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 подвижника праздничную литургию в Свято-Троицком мужском монастыре возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин. Владыки сослужили насельники обители и духовенства города. В прошлом году весь православный мир совершал торжества в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Согласно указу президента Российской Федерации от 14 сентября 2011 года, Рязанская область входила в число регионов организаторов торжеств. В течение нескольких лет шла активная работа по подготовке к юбилею. В том числе проводились мероприятия, направленные на популяризацию духовного наследия преподобного, а также сохранение объектов, связанных с его именем, главный из которых Свято-Троицкий мужской монастырь Рязани, где проводились масштабные реставрационные работы. Обитель заметно преобразилась за последнее время. То, что глубокие перемены, которые произошли в жизни монастыря, лучшие стороны, естественно, они нас обязывают и далее вести более духовную жизнь, более церковную жизнь, более серьезную жизнь во Христе. Большое вам спасибо, что посетили нас в День Ангела, для нас эта милость Божия, и мы радуемся такому торжеству, архиерейскому богослужению, и желаем вам многое-многое-многое лето. Братья и сестры, всех я вас поздравляю с праздником, днем памяти великого угодника, молитвенника и губы на земле русской преподобного Сергия Игуменорадовского. В прошлый год мы в августе месяце прославляли особого отца нашего небесного покровителя, святого преподобного Сергия Игуменорадовского, здесь, в этой обители, и отсюда в Кремль был совершен великий крестный ход. 18 тысяч православных людей приняли участие в этом прекрасном, грандиозном крестном ходе. Богослужение в День памяти преподобного Сергия Радонежского прошло с особой торжественностью. Почтить память святого пришли многие верующие. Известно, что по молитвам к святому, Сергию Радонежскому, случаются многочисленные чудотворения, становятся здоровыми те, кто болел душой или телом. Иные усмиряют свою гордыню, а кто-то получает благодатный совет и помощь. Преподобный, как когда-то, будет здесь почивать святыми своими мощами, а мы с вами будем иметь возможность приложиться, попросить помощи и заступничества. Поздравляю с праздником преподобного Сергия. Я хочу пожелать дальнейших духовного роста, духовного возрождения этой святой обители, ее братьям, ее насельникам. И чтобы люди приходили сюда, получали просимые, получали радость молитвенного совершения и по молитвенному предстательству, и братьям, обители, и верующие, паломники, прихожане, были наследники Царства Небесного. Аминь. Для каждого, кто был наречен в святом крещении именем преподобного Сергия Радонежского, день его памяти является особо значимым. Имея такого святого небесного заступника и молитвенника, необходимо брать с него пример, обращая внимание на его жизнь и опираясь на опыт этого святого. Имя преподобного Сергия Радонежского напоминает, до какой высоты способна подняться наша земля, просвещенная Словом Христовым. Человек, не оставивший после себя ни одной книги, стоит у начала всей русской культуры. Сергий Радонежский всю свою жизнь старался уйти от мира, не принимать на себя решения судеб окружавших его людей, не вмешиваться самочинно в происходящее вокруг события. Однако все бытовые и исторические подробности эпохи так тесно сплетены в его жизни, что, кажется, нет такой стороны русской жизни второй половины XIV века, которую бы он не осветил, где бы не осталось следов его присутствия. Его жизнь – это учение подвижничеством, деяниями добра на благо Бога, церкви, укрепление монашества на Руси и просто образец самоотверженного служения людям, данный внучение всем. На этом я завершаю нашу программу. С вами была Елена Цыганова и программа «Метрополия». Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова